добрый день уважаемые любители рыбалки сегодня поговорим опять о разновидности карповой карасевой снасти на речку настоящий водоем вот как она выглядит внизу коромысла по коромыслу идет пружина два поводка дальше идет грузик и сверху еще один крючок давайте мы так берем наше коромысла связано к леске отрезаю сколько на леске надо дальше ставлю стопорок потом грузик дальше отрезающий кусочек лески привяжем поводок поводок привязываю таким узлом короткую сторону кстати я вожу грузику длинную сторону туда где у нас будет петелька и основная леска и дальше делаю три оборота раз два и три узел с тремя оборотами почему три чтобы во время работы не выскакивала леска лодка все дальше мы делаем окончательную петелечку занимаемся поводками вот здесь вот смотрите поводки привязаны петля в петлю при помощи здесь вот петелечка и дальше ставится поводочек это для того чтобы можно было его менять но вот как практика показала довольно часто эти поводки привязываются один раз и на всю оставшуюся жизнь потому что они или теряется сама снасть в процессе рыбалки или если надо поменять поводок то этот крючок уже надо выбрасывать он уже становится тупой поэтому давайте мы прямо непосредственно привяжем к самому коромыслу к самому коромыслу есть вырезаем лишнее крючок крючок можно взять пятерку это карповый можно взять четверочку больше и на карася и на карпы пойдем давайте четверку возьмем два крючка на карамыслу теперь смотрим какой длины у нас нужен поводок так сильно длинный наверное делать его и не нужно потому что здесь будет работать каша которая в пружине и чем ближе она тем лучше чем ближе крючок к каше тем лучше и второе и второе мысло готово теперь привязываем верхний поводок берем крючок завязываем Вот. все наши снасть готова вот смотрите если бы мы делали как вот здесь вот с петелечками то у нас плотки были длинные вот они могут писать конечно собой перехлёстываться здесь поводочки короткие друг другу даже не достают потом когда при забросе здесь вот кашу забили и поводочки можно будет приклеить прямо в кашу ну а здесь соответственно можно на червячка можно опарыша верхнюю крючок можно горох подцепить как-то так все будьте здоровы нравится подписывайтесь будьте здоровы